Константин Я стоял на службе, и мне было удивительно. Усталость исчезла, а в теле появились покой и тепло. Как бывает, когда ты находишься среди очень близких к тебе людей. Праздник будет 11 августа. Преподобные наши основатели этого монастыря, они пришли сюда в конце 12-го столетия. И когда почили, то их похоронили вместе в одной раке, уже как-то подхоронили сами, и находятся под спутом в этом храме, в этом монастыре сами. Конечно, помощь чувствуется. А дальше уже, вот, они начали, дальше поехали другие были монахи, но вот они вдвоем пришли из Икутиного монастыря. Их настоятелем был Варлам Хутинский. Вот они принесли сюда, это чудное, хорошее место, благодатное. Вот, и здесь основали такой красивый обитель. Рядышком икона находится святерия Николая, так как сегодня Рождество святерия Николая, потому что икона находится рядышком с ними. И монастырь называется Николокосинский монастырь. Никола, потому что честь святерия Николая. Косинский, потому что находится на территории деревни Косино, потому что называется Николокосинский монастырь. женский монастырь. Вначале это был мужской монастырь. В этом храме очень много чудесных икон. Икону селия Николая вернули из чердака, когда монастырь, храм был восстановлен. И он себя полностью восстановил, потому что икона была черная, грязная. Ну, черной доской потихоньку себе сам поставил. Никто его еще не делал. У нас еще есть очень интересная икона, которую считаем своей чудотворной иконой, потому что икона мироточила. И держать ее в квартире не захотели. Икону привезли сюда, подарили оту монастырю. И вот так люди узнали, что икона мироточит. Начали приезжать, начать молиться к этой иконе. И привезли из Новгорода деточек, из школы слепых, слабовидящих. Эта икона, девочка, стояла возле иконы, помолилась и прозрела. То есть она увидела, что ласковь, чтобы Городица, как бы то шире, то уже. Так она это и есть в этой иконе. Вот такая у нас чудная икона есть. И уже со временем люди приезжали, просили помощи от Пестой Богородицы. И уже очень много видно по тому, как у нас в этой иконе находится, если посмотреть на эту икону, нематерируя, очень много даров, благодарности за просимое, за то, что они просили и получали помощь Пестой Богородицы. Монастырь никогда не владел большими богатствами и жил собственным трудом. Во времена церковной реформы Екатерина II он был упразднен. А церкви использовались как приходские. Но в конце XIX века к нему снова вернулся статус монастыря, теперь женского. После революции в 20-х годах монастырь закрыли, а здание использовали под школу и музей. Во время войны сильно пострадал храм Варлама Хутенского, а в храме Николая Чудотворца находился немецкий штаб. После войны храмы продолжали разрушаться. Снова действующий монастырь стал только в 2007 году. Храм Николая Чудотворца восстановлен, а стоящий рядом храм Варлама Хутенского еще ждет собой час. И здесь вот есть имя Сергия Славцова, который расстрелян в 1938 году. Это последний священник этого монастыря. Когда он узнал, что пришли сбивать колокола, он в это время был в Старой Руссии у своих родственников. И вдруг услышал какой-то странный звук. Здесь же город недалеко, и услышал, что снимают колокола и бьют. Он сразу понял, что что-то творится в монастыре. И когда сюда прибежал, то его сразу арестовали. И потом он был расстрелян в Левашовской пустыне. Вот убиенные монахини Косинского монастыря. Вот они все расстреляны в 1938 году. Вот этому храму исполнилось 200 лет, как он был построен в 1820 году. Сегодня 20 лет, как происходила первая служба, как освящение было. Была действительно архиерейская служба, была очень красива и добрая. Это значит, колокола. Да. Посмотрите, какой пятиглавый храм, какая была колокольная, что произошло. А это во время войны он был разрушен. Под бомбежку, да? Да, под бомбежку, да. Да, представьте, на берегу реки такой снежа, да, очень пейзаж красивый. Колокольная, через колокольную столовую. Да, да. Вот раньше макушечка была разрушена, пять куполов, видите, и с тех пор никак не могут его восстановить. Да, вот это, конечно, намолены святые места. К сожалению, вот у нас сейчас такой экстравагантный. Дай, дай, привет. Заходим в храм преподобного Варлаама Хутенского, который, к сожалению, находится у нас в плачевном состоянии и требует ремонта и восстановления. И если Господь нам поможет, мы будем молить, чтобы храм всей восстановился, и в этом храме, как и раньше, была божественная служба. Это самое главное предназначение храма, чтобы здесь была божественная литургия. храм этот 1882 года. В 79 моначе строится, заложен, а в 1882 уже был освятен до 3 года. Храм большой, огромный, красота какая. 20 лет назад, когда здесь храм этот передали уже монастырь епархии, начиналось восстановление этой обители. Мы видели Никольский храм, он к счастью восстановлен, там происходят службы каждую неделю, вот сейчас. А вот этот храм, он был законсервирован. Кирпич, это же кирпич, это же того времени, да? Кирпич, да, того времени. Его специально здесь сложили, чтобы им, я, знаете, я не знал, что оказывается именно им сейчас восстанавливают старые храмы. Вот, предположим, кусочек оббитый и рут маленький новодел такого же раствора. Я не знал, что оказывается, я говорю, слушайте, ну как, цементом М-50 восстанавливаете? Говорит, нет, старые технологии с звездкой, с яйцами, с пухом. В том году, в октябре, был сильный дождь здесь. И вот это место у нас был козырек. Вот, к сожалению, этот козырек теперь лежит вот здесь. Не прошло и года, как все вот это обрушилось. фрески живет вон они прям. А фрески жития Варлама Хутинского, не иконы, а именно на него житие. В честь него храм, из него жития и фресочки находятся. Видите, какая-то она красивая. Даже позлота еще сохранившаяся, видите, Потому и болит душа, чтобы ценности не пропали. И сам храм, и ценности не пропали. И первым делом, что сделали, коснулись восстановление. Нету проектов. Восстановление. То есть был заказан проект, восстановление хотя бы прикрытия и крыши, чтобы закрыть хотя бы что-то разрушение прикрытия. Заказали проект, попришли на уступки, дали мне в расточку и потихоньку. А там нет, это 700 тысяч. Это только проект, это большие деньги. Для меня это было деньги не платены, потом я просила их сами, чтобы мне дали в расточку, чтобы я могла потихоньку-потихоньку выплатили. Дальше все затихло. А это вот все, когда смотришь, особенно эту стенку, я как тогда долго не заходила сюда, она была лучше в прошлом году. А вот даже если ты видишь этой стороны, больше. Вот она, эта стенка лучше сохранилась. А это удержится. Смета есть, надо бы прикритет крышу сделать. Но там большие миллионы. А я их не имею. Хотя бы небольшая крыша будет, чтобы здесь можно было приходить, убрать все, поставить престол и служить божественную литургию. Если мы будем ее служить, будет восстанавливаться храм. Без божественной литургии жизни нет. Если есть божественная литургия, и все остальное будет. И мы надеемся, что с Божьей помощью, с помощью, может, боготворителей нам удастся восстановить этот храм. Православие – это стержень Руси. Здесь очень огромнейший сад. Был заложен еще раньше. Видите, какие яблоко огромнейшие самые. Красивые, очень вкусные. Сад ухоженный полностью. Молодец, помогает немножко потихоньку. И так вот будем ухожены. Видите, там дальше дровник, баня. Морально не тяжело, а вот физически немножко тяжело. Физически тяжело. Морально нет. И как будто для себя не надо, не надо огорода. Лично для себя. А так как у нас службы проходят по субботам, люди, прихожане проходят, мне надо их и покормить. То есть после службы столы я накрываю и всех кормлю. Первое, второе, третье. Теплицы вон еще есть у нас. Там у нас вот и огородик есть, там картошка, лук. Ну, то все, что нужно на огороде с вами. Там дровник, банька наша, это наше хозяйство. Это яблоко очень вкусные. Очень ранее яблоко уже они проходят. Белый налив у нас был, он уже полностью усыпался. Так что могу яблоком угостить. Держите. Субтитры сделал DimaTorzok